Добрый день, Алексей, дорогие друзья! Да, смотрите, друзья, мы живем действительно в такое время, которое так нас обступает всякого рода событиями, обстоятельствами, многие из которых, мягко говоря, не совсем нам приятны, не совсем понятны, куда ведут, что делать, это все приводит к разного рода неуверенности, страхам, стрессам бесконечным и так далее. И вот когда это все обступает, обычный человек, не вооруженный нормальным развитием, о котором мы говорили в предыдущих передачах, он все время находится в состоянии растерянности. И получается, что не посвящая свое внимание этому исследованию, что, зачем следует и почему, как происходит, и выращивая в себе какие-то убеждения о том, что я-то в этом не виноват. Есть там начальники, есть там президенты, есть виноваты, в конце концов, есть там этот долбанный капитализм, который все это организовал, а я что-то что? Ну и вот такая, так сказать, внутренняя логика, она приводит к тому, что, ой, ну раз я-то не могу, ну может пронесет, может как-то случиться, может быть что-то, и вы понимаете, друзья, вот эта внутренняя такая лень и такая, я бы сказал, расхлябанность нашего сознания, которая не хочет считаться с правдой, да, а надеяться на вот это вот какое-нибудь авось, на какое-нибудь получудо или еще там, что оно само собой случится, да, оно и приводит к нас к тому, что мы просто выключаемся из процесса, так сказать, решения всех наших задач, вот, и, естественно, они не решаются. И у нас на это всегда есть эти самые, вот эти самые причины, внутренние оправдания, почему не хотим участвовать в реальных делах. Ну вот сегодня она из любимых, так сказать, увлечений людей, так сказать, особенно в пространстве, допустим, того же интернета, это просто мрак, сколько критикана появляется, любую фразу цепляется и все время критикует, вы понимаете, к чему приводит психология критикующего человека, если я это что-то критикую, оно ниже моего, так называемого, величия о самом себе, оно плохое, оно неправильное, и поэтому я даже в эту сторону смотреть не буду, да, ну вот представьте себе, первое, эпидемия чумы, предположим, подходит к вашему дому, уже все соседи, так сказать, болеют, да, а я сижу и рассказываю, какой там доктор, какой там президент, кто там еще виноват, и во всем этом, и это все, я даже смотреть в эту сторону не хочу, да любой случайный чих рядом с моим пространством жизни, он приведет к тому, что и меня этот накроет, понимаете, когда массовое сознание людей, когда все вот это вот таким образом живет, а реальные дела никто не решает, о чем мы говорили в прошлой передаче, как вы думаете, коснется она нас, да обязательно коснется, вот к чему приводит вот это наше упование на овощ, вот это нежелание участвовать, потому что это нежелание, оно у нас все подперто, все расписано, оправданиями, виноватыми, своей слабостью, своими страхами, своими там неуверенности, вот понимаете, я вот сколько раз замечал, ну, допустим, какой-то человек, ну, наслушался информация о том, что там, ну, поддерживает здоровье, допустим, там, физкультура, там, или еще что-то, это крайне важная вещь, он даже начинает что-то делать, да, а потом наступает какой-то момент, вот та самая задняя лень берет вверх, и, как мы с Алексеем говорили в прошлой передаче, вот это самое животное начало, да, не хочет он, и, понимаете, вот возникает такая удивительная внутренняя позиция у человека, да, он даже не рассуждает об этом, просто какой-то молчаливый, такой упертый бычок внутри сидит, он просто ни черта не делает, он даже не спорит, не оправдывается, ничего, он просто этого не хочет делать, ну, ту самую, допустим, зарядку, да, вот не хочется делать, я о ней думать не буду, и там, еще что-то такое, и так далее, естественно, результата нет, понимаете, как мы часто хитрим внутри самих себя, вот для того, чтобы вот это выдумать, вот эту, так называемую, так сказать, ну, какую-то то ли логику, то ли нежелание, то ли еще что-то такое, ну, мы-то живем во время, когда нас отступают эти все вызовы жизни, да, и от них уже просто не спрячешься, просто не спрячешься, ну, опять же, вот вы, такой, может быть, примитивный пример, если вы заходите в баню, да, в парилку, она горячая, у вас два выбора, или сбежать, или адаптироваться к этим новым обстоятельствам, обстоятельствам, вырабатывая в себе какие-то, ну, внутренние свойства, способные жить в этих обстоятельствах, понимаете, как все просто, а мы что делаем, мы убегаем часто, мы находим вот эти все, так сказать, как костылики, оправдания и прочее-прочее, всех там виноватых, кто нам что там должен, да, и не участвуем, не участвуем, просто не участвуем, ну, как Алексей приводил пример в одной из наших прошлых передач, по поводу, как они у себя в деревне, в поселке, так сказать, регулярно, каждый год, так сказать, берут эти все вещества и, так сказать, уничтожают борщевик вокруг. Во всех остальных местах он, так сказать, за горло взял, а у них все чисто. Казалось бы, маленькое дело, но оно решает вопрос. И куда ни посмотри, везде логика и закономерность одна и та же. Понимаете, только дела приводят к переменам. Ни разговоры об этих переменах, ни самооправдания, ни виноваты, ни там тех, кто там должен нам все эти решения, этих вопросов. Нет, только дела. Мало того, мы же живем всегда в конкретных житейских обстоятельствах. Среди тех людей, соседей, событий, погоды или еще что-то такие, ресурсов, которые у нас есть. Только нам они видны, только мы их своей шкурой чувствуем. И кому как ни нам, понимая это, заявлять и находить те методы решения этих вопросов здесь, там, где мы живем. Понимаете, как все просто. Можно рассказывать, что там тот виноват, тот виноват или еще что-то такое. А если мы, извиняюсь за выражение, засрали всю улицу своим мусором, то какой президент в этом виноват? Да никакую. Наша внутренняя культура, наше нежелание жить в пространстве чистоты, гармонии, ощущения природного начала. Это мы все сами. Вот как все просто происходит, понимаете. Вот, Леш, что бы ты добавил и какие мы выводы сделаем из всего этого? Выводы следующие. Человек не хочет участвовать в каких-то реальных делах, либо потому что он не заинтересован в этих делах, то есть он не видит, ради чего все это, либо он настолько отстранен от понимания и желания понимать, что находится в состоянии маленького ребенка. Ведь вряд ли найдется человек, который не захочет, сейчас такую физиологическую особенность скажу, не захочет найти укромное место, где справить естественную нужду. Вряд ли найдется человек, который это все дело пустит в прямом смысле на самотек. И потом будет ходить с мокрыми или грязными штанами, трусами, заляпанной юбкой, блузкой, ну и так далее. Видите, нормальный человек всегда хочет, чтобы было все комфортно, чисто и так далее. Вот в этом простом физиологическом большинство людей как-то здравомыслие проявляют, потому что они видят итог того, что происходит, как оно происходит, из чего начинается. А вот когда человек не способен увидеть чуть дальше своего носа, он тогда теряет заинтересованность. У нас много людей, которые правильно начали говорить какие-то слова, которые правильно за кем-то что-то повторяют, которые с кожи вон лезут для того, чтобы доказать, что они в правильной какой-то группе, с правильным каким-то лидером и так далее и тому подобное. Но как только у человека меняется что-то в жизни в худшую сторону, и он понимает, что слова-то правильные повторяют, но при этом жизнь не улучшается, то происходит слом. Очень часто происходит слом. Почему? Да потому что человек, кроме того, как говорить, сам практически ничего не делал. Он просто повторял правильные слова. Но при этом что-то сделать для того, чтобы развить вот это общее дело, практически ничего не делалось. Ну да, он там выполнял то, что следовало выполнять, и всё. И вот после этого слома большинство людей начинают на тех, с кем раньше он был якобы соратником, наезжать, обвинять их в том, что что-то там не получилось, что что-то не сделали, что лидер что-то не сделал, ну и так далее и тому подобное. И это встречается повсеместно. Обратите внимание вокруг себя, и вы таких примеров встретите огромное количество. Дальше. Следующий этап, когда человек не готов и не хочет принимать участие в каких-то реальных делах, связан с вбиванием какой-то мысли, какой-то идеи, которая начинает управлять этим человеком. Вот сегодня во время братоубийственной войны мы это видим и с одной, и с другой стороны. Когда вместо того, чтобы исправить ситуацию и сохранить огромное количество жизней, люди будут доказывать что-то кому-то, что кто-то другой не прав, но при этом ситуация не исправляется. Ситуация остается опасной для окружающих людей. И на этом часто спекулируют паразиты, которые взращивают так называемый уропатриотизм. Квасной патриотизм, который закрывает глаза на проблемы, которые существуют в обществе. Проблемы не решаются, проблемы увеличиваются, от увеличения проблем всем становится хуже, хуже и еще хуже, как тому самому Лосю. Но при этом все равно люди, ура, патриоты, будут кричать о том, что у нас все хорошо, что виноваты все другие, а тот, кто пытается сказать что-то, даже если правдивое это есть, тот предатель и так далее, и тому подобное. Очень яркий пример тому, и очень страшный пример тому, который произошел на территории нашей Большой Руси в городе Днепре. Днепропетровский. Одни Днепр, другие Днепропетровские. Днепропетровский, когда ракета была сбита другой ракетой и, естественно, траектория была изменена, и ракета с большим боезарядом попала в жилой дом. Хотя летел куда-то там далеко. И вместо того, чтобы разобраться, а почему ПВО было поставлено в жилых кварталах, ну, явно же, то есть, ты над городом сбиваешь ракету, но она куда-то упадет в город. И сама вот эта ракета противовоздушная может влететь в дом, ну, траектория может сбиться, неправильно запуститься. Люди кричат, нет, ни в коем случае это говорить нельзя. Виноваты вот те, кто запустили ракету. Ну, естественно, что в войне всегда кто-то виноват и так далее. Но разве это убережет в дальнейшем жизни людей? Вот такой подход. Разве уберут эти ПВО за город вперед для того, чтобы защищать город? Нет, не уберут. Это означает, что осколки этих самых сбитых ракет и осколки этих самых ПВОшных ракет и целые боекомплекты будут сыпаться на голову мирных жителей. Войну вы сейчас, военные действия не предотвратите, потому что она уже закручена на высших эшелонах. Вот в данном случае вы ее не предотвратите. Но хотя бы воздействия на тех, кто вас пытает защитить, вы сможете отодвинуть эти самые ПВО куда-то в другую сторону, чтобы защитить себя и не носить ущерб. Вот этот ура-патриотизм закрывает здравомыслие и действия таких ура-патриотов сводятся к тому, что выбью себе глаз, чтобы доказать, что у моей тещи зять кривой, на зло маме уши отморожены и так далее. Это страшно. Та же самая ситуация происходит иногда и в частях Российской Федерации, где какие-то командиры там что-то наворовали, безосмысленно куда-то погнали людей, больных набрали, вообще нарушили все, что только можно. И при этом все говорят, молчим, 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 ничего этого нет. И с той, с другой стороны это присутствует. Но почему же ура-патриоты, у которых не доходит мысли, что это братоубийство, надо это прекратить другими способами, ну хотя бы вот здесь, ну прекратите гибель-то людей, своих родовичей, не доходит. Они будут гнобить тех, кто поднимает эти вопросы. Так что один вариант это просто глупость, которая не строится на интересе как у ребенка, на какой-то игре, в каком-то процессе, непонимании процесса, а другая глупость это когда вбили в человека какую-то занозу, и в этом случае невозможно разобраться в чем-то, и это будет вредить. Но и то, и другое страшно, и то, и другое рассказывает нам и показывает нам, что эти люди находятся в детскости, очень глубокой детскости, потому что взрослому человеку вбить программу саморазрушения невозможно. А вот ребенку, вот такому человеку на уровне биоробота живущим, на уровне животного начала очень просто вставить любую программу в голову и направить его мысли не на созидание, а на разрушение. В конечном итоге это разрушение коснется и его самого, и общества, и этого мира. Вот об этом задумайтесь, пожалуйста. Возможно, размышления об этом и правильные дела спасут не одну тысячу жизней наших сородичей. Да, Леша, совершенно справедливо. Я хотел бы еще дополнить и обратить внимание, друзья, на следующий момент. Подобного рода вопросы, как ни крути, мы, в общем-то, в состоянии решать только вместе. Вот Алексей сейчас привел пример с этим домом в Днепропетровке. А понимаете, еще какая логика этих недолюдей, которые размещают средства ПОУ прямо рядом в городе. А может быть, у них специально это делают для того, чтобы возбудить еще большую ненависть якобы к той противоположной стороне, которая вот посмела ракеты запускать. И получается, в этой логике жители этих домов, они становятся разменным, так сказать, материалом, становятся заложниками для тех, кто решил это ПОУ здесь размещать. И здесь такое. Я хотел бы обратить внимание на другой момент. Посмотрите, друзья, ведь эти подобные вопросы, такие периоды, мы, хочешь не хочешь, мы реально начинаем чувствовать, что мы способны только вместе решить. Посмотрите, насколько поднялось сегодня вот это так называемое волонтерское движение совершенно искренне, когда один пенсионер принес свои, так сказать, 500 тысяч, в Сибири где-то, в Красноярске, по-моему, принес, военкомандует, возьмите ребятам все, что надо, отправьте на фронт. Когда ребята из старого железа делают буржуйки, печки и туда все отправляют. Но это как бы, я хочу обратить внимание на вас, вот я сам в Донбассе живу, и вот этот 14-15 год, когда нас окружила эта вся украинская армия со всех сторон, все летело, горело, стреляло, бомбили там и т.д. и т.д. Насколько у людей как бы подспутно поменялось вот это сознание. Мы почему-то вдруг начали чувствовать, что в этих обстоятельствах мы можем выжить только вместе, никак по-другому. Понимаете, насколько помогать начинали друг другу всеми ресурсами, какие у нас были. Я там с 14-го по 15-й год не получал вообще пенсии. Я даже сейчас и не понимаю, как мы выжили. И я же не один такой был. Все с друг другом как-то менялись и так далее. Когда в этот период деньги вроде капиталистический период, деньги вроде все, когда мы, допустим, с Луганска в Краснодон доехать или еще в какой-то город, мы искренне делали это бесплатно, потому что черт или понимали, насколько это важно. И вот, друзья, подобные вопросы, особенно системные, они действительно могут решаться только коллективные. И нам как раз очень важно учиться вот этому взаимодействию. Не тыкать пальцем кто там виноватый или надеяться на какой-то авось, а начинать это делать. Вот я хочу еще раз показать вот эту книжку методичка, как нам формировать отношения друг с другом, как формировать коллективы и так далее. Ведь существуют чисто, так сказать, природные особенности, как люди начинают быть вместе. Вот сегодня что? Все говорят надо, 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 надо. Приступаем к делу, где эти надольщики делись? Нет. Кто-то без конца критикует, кто-то хочет в центре внимания, как дело начинается, а их нет. Понимаете? Ну вот простой пример в нашем доме, да, сломалась, так сказать, скамейка возле подъезда. Всем плохо, но все проходят мимо. Мы с соседкой объединились, она привезла дождь со своего гаража, я со своим инструментом все это собрал, покрасил, понимаете, сразу какая-то камейка самая обыкновенная, простая, да, но люди как-то начали друг на друга смотреть какой-то теплотой, какой-то, уж это сказать, уважение какое-то и так далее. А вот в этой книжке, которую я показал, там же есть методики, которые проходят эти все этапы. Просто приведу пример, вот веревка длинная, 10 человек берутся за эту веревку, им надо, не отрывая руки от веревки, взять и посреди веревки завязать узел. Вы представляете, как мы должны друг другу уступать, помогать понять, кому куда идти, где нагнуться, где разогнуться, кто куда, при этом не отрывая руки. Это забавно, это весело, это кто-то видит это лучше, кто-то хуже, друг другу подсказывают, понимаете, атмосфера совсем другая. Или вот мы там опять же 10-15 человек стоим на коврике, это все игра, понимаете, о которой Алексей говорил, вот стоим на коврике, вот его надо повернуть на 180 градусов, ну, как бы лицом низа, низом вверх, при этом не сходя с коврика. Представляете, как надо чувствовать друг друга, уступать, помогать друг другу это все перемещать, там, и дыдя, и дыдя, и весело, забавно, и цель, но это все мы вместе сделали. И вот такие вещи, они как раз помогают в этой форме игровой, чувствовать друг друга, помогать друг другу, выступать друг другу, как бы направлять друг друга, именно в веселой такой форме, и все получают, это сформирует тот самый коллектив, где дружелюбие, поддержка, уважение друг друга, это очень важные вещи, понимаете, из такого атмосферы, и не хочется, хочется завтра опять встать, идти, что-нибудь вместе делать, потому что это вот человечность, эта атмосфера, она как бы питает всех, это как, ну, такая большая человеческая сила, которая радостно участвует, вот что мы можем, так сказать, объединяясь друг с другом, помогая друг другу, создавать вот это самое пространство, которое готово на все, вот сколько раз, ну, и в моем опыте, и в опыте других людей, вот есть проблема, когда мы в таком пространстве садимся, тьма появляется вариантов, как ее решать, обсудили, решили, договорились, начали делать, начали контролировать результат, обязательно все получилось, понимаете, как просто, а ныть без конца, вот это там уповать на авось или на того, кто должен, там, или я тут весь великий, вы все не понимаете, как это делать, я вам скажу, как надо, но сам не буду участвовать, потому что я, вот, где-то там уже большого, высокого, управленческого уровня, мне это все, ну, как бы, не по чину, вот к чему это все вещи приводят, поэтому, друзья, вот то, о чем сейчас говорил Алексей, очень важно нам учиться смотреть на эти вещи, как бы, широко, объемно, то, с чем взаимосвязано, и по-взрослому, не прятаться от проблемы, это вопрос, который перед нами поставила жизнь, и она поставила его не зря, как с этой сегодняшней войной, если мы все вместе допустили того, что этот народ разъединили, сделали внутри его, врагом друг к другу, вот, это наша общая беда, это не кто-то отдельно виноват, и решать ее надо по-взрослому, до самого устойчивого результата, никак по-другому, и вот такие вызовы сегодняшнего времени, они обступают со всех сторон, и время такое сегодня, что мы не спрячемся за тех, как бы, должных и виноватых, сегодня это война, эти, так сказать, внутренние вопросы, и их решения в каждом стоят, в каждом, как бы это ни звучало, может быть, для кого-то неудобно, но именно так и есть, и это здорово, потому что нас жизнь сама подталкивает, стать взрослыми, а уровень жизни, понимания, и ощущение себя, жизни взрослого человека, это совершенно другое, честно вам скажу, это радость от того, что ты творец, от того, что ты сделал дело, что получил результат, что это дело для всех полезно, когда не один ты рад, а все вокруг тебя, ну, к чему приводят вот эти наши коллективные взаимодействия и ответственность за серьезные большие цели и результаты, вот, что я хотел бы сказать. Ну, и в заключение, почему нам полумерами не отделаться, вот, представляете себе, человек видит мир не целиком, а видит только какую-то одну часть, вот этой. А что вот здесь происходит, он не видит. Он не увидит опасности, которая может с той стороны идти, он не увидит пользы, которые есть на той стороне, потому, таких людей называли кривыми. Он не видит всей картины. А теперь представьте, что он из-за своей глупости, из-за навязанного какого-то взгляда, из-за какой-то ложной кривой программы видит в той проблеме братоубийства, которая сейчас существует, только так называемую чью-то одну правду. Способен ли он увидеть всей картины? Способен ли он эту картину, увиденную, в полной мере осознать и найти причины и способы выхода ситуации и решения поставленных проблем однозначно нет. И поэтому те, кто на сегодняшний момент разделяют, отделяют, отторгают братоубийство и войне вторую сторону, вторую половину, те совершают преступление над собой и те постоянно будут находиться в войне. В войне против себя самих. И вот наша задача сейчас повзрослеть, стать взрослыми и видеть картину целиком, не полумерой, только вот это, что мне нравится, или что мне сказали, что это правильно, а целиком. Правда все равно остается правдой, даже если она не нравится. Это правда. Ну, не нравится вам, что солнце слишком ярко светит, но это правда, что солнце светит и слишком ярко. Не нравится сам, что ночь наступила. Ну, может быть, но ночь наступила. Нравится вам это, не нравится? И надо делать правильные выводы. Разделение единого народа, отделение себя от единого культурного наследия, от того, что было у нас вместе, привело нас к таким ужасным последствиям. Поэтому тот, кто продолжает разделять, тот, кто продолжает использовать наускивание наших врагов в данной ситуации, те враги сами себе. И те либо сами себя уничтожат, либо при помощи своих вот этих самых друзей, в кавычках, которые там что-то говорили, к чему-то там сподвигали, ну, либо природы будут уничтожены, а может быть какими-то другими людьми. Задумайтесь об этом, задумайтесь, пока вы живы. Мертвым думать уже некогда будет. Давайте перестанем жить полумерами, а видеть все, как оно есть на самом деле. Только это позволит нам стать взрослыми, стать хозяевами жизни. И на всей территории Великой Руси, Русь это не Российская Федерация, не Украина, не Белоруссия, это все вместе убрать тех паразитов, которые нас столкнули, нас к носу для самоубийства. Только хозяева могут быть сильными и решать все, что нам необходимо в том направлении, которое нам всем нужно. А убивая друг друга, мы ничего не решим. Поэтому нужно честно посмотреть, что явилось причиной этого самого братоубийства. Кто был инициатором? Кто народ поднял против другого народа? Кто взрастил вот эти человека ненавические, брата ненавические основы? Вот этого негодяя надо брать за шкирку, хорошенько потрясти и убрать его, убрать сторонку. и вместо него, как у нас всегда и было, назначить того, кто сможет решить проблемы и не стоять в стороне, а участвовать в решении проблем вместе с тем, кого вы назначили на какие-либо должности. На всеми я с вами прощаюсь, желаю вам добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно, все равно быть добру никуда не денется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!